Захар, иди сюда. Ну что, мы опять простывшие, так вроде лечила, так поддерживала себя, позавчера было лучше, вчера хуже, сегодня еще хуже, сопли, горло болит. Захар поносит, то есть настолько, что я вчера чуть не вызвала скорую, но чтобы в инфекционку ехать. Хер его знает, садики нас предупреждали, говорили, вот не надо сразу вызывать, ехать в инфекцию, иначе нас на карантин посадят. Короче, как быть и как себя вести, не знаю, может вы дадите какие-то советы, у кого дети уже постарше, не один. Не разогнуться, не согнуться. Собираю пакет родителям, они вот, эти забыли, карты, маме банки отвезти хочу, это коньяк просковейский, там чуть-чуть совсем осталось. Захар пришел, чай закончился, я люблю, Гринфилд покупаю, нельзя, нельзя, Гринфилд мама покупает. Решила Захару сварить кашку, попробовать, вот такую взяла, милинпарас какой-то, каша из отборных хлопьях, четырех видов зерна. Варить неохота, болеешь, когда болеешь, огурцы. Начинаются опять овощи с Перекрестка, Брюса корм. Папа вчера попросил его купить сыр российский, фон такой соленый, вообще что-то не то. Я вот Гауду взяла, ничего такого, хороший сыр, вкусный. И Захару молочко на кашку. Опять херню эту Далина. Такая вот докторская колбаска. Имбирь в чаю. Вот имбирь. Кишмиш виноград пока есть. Морковка надо борщ варить. И лимон. И этот. Брюса корм. Ну и все. Ну и все, ну и все. Захар, а что ты в одном носке? Захар ничего не ест, не пьет. Нормально, толком. Все в лекарствах. Колбасу утром уронила, вот целую, вот так. Варю кашку. Плохо, конечно, что эта каша содержит глютен. Плюс еще на молоке варится, плюс еще я сахар добавила. Как бы, ну все такое вредное, что вызывает в организме воспаление девочки. Ну капец. Ребенка, конечно, тяжело не сладким кормить. Учитывая, что в садах. Вот мы ходили в дом ребенка. Кстати, мы уже завершили хождение туда. Там все сладкое. Ну и компоты, и чай. И особенно чай Захару понравился. Будь здоров, сынок. Повыплевывал, я уже размерничалась. Не ест он такие каши. Вы у меня спрашиваете, почему ты покупаешь вон те магазины, ну вот эти для малышей до года. Вот потому что он такие не ест. А мюсли, главное, смотрите, сидит и ест. Стоит, точнее. Придется самой обедать. Что ж, сегодня это моя еда. Пришла масочку девочке делать вот такая. Я вода с Ай. Покупала ее медтехники. Майкли. Ой, боже, какой-то рисунок, смотрите. Покупала ее медтехники. 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 Потому что сегодня голову мыть, не знаю, завтра должно на мартой поехать. Мартой грудного отдела. Не знаю, на голову вот эту, поясницу, что же теперь мне надо, если мне кто-то немножко даст. Из родных и близких. Короче, если муж принесет денежку, не знаю. Мне мама предложила, там, получается, 3100. Это без контраста, просто 3100. И я пока ей отказала. Он говорит, маме, подожди пока, все еще впереди. Шла с клиники МРТ, КТ, диагностики. Ну и, естественно, протрузии у меня в поясничном отделе. Так, это Захарки. Печенье Надежда с маком. Такое. Что мальчик ничего не кушает. Потом ей творожки. Мы взяли, это йогурт. И что это, растишка? Йогурт. Ну, ладно. Что есть, то есть батон. Правда, я еще сливочное масло брала. А так хочу сливочное масло на батоне. Она, зараза, стала скрывать пачку на кассе, чтобы пробить этот... Ух-тышки какие-то. Я говорю, я такую брать не буду, потому что у меня и так... Это... У нас инфекция какая-то непонятная. Вчера муж рыгал. Сейчас мама тебя откроет, давай. Ой, девочки, девочки. Когда у меня уже эти волосы отрастут, а? Если я когда-то вам скажу, что я собираюсь подстричь челку, вы мне, пожалуйста, напишите. Ни в коем случае, Катя, этого не делай. Потому что ты говорила, что ты этого не хочешь делать. Захар кашляет. Захар кашляет. Температура... У меня... Жесть. Я не могу ни к маме никуда съездить. И хочется, знаете, ему на стимулятор поколоть. Потому что надоело. В июле болела. Потом в августе взял мне ребенка. Я тоже хапнула вирус, но... Ну, так, знаете, не полностью он меня свалил. На мышцы очень хорошо. Прям мышцы поразило вот шею. Эту... Как ее? Плечи и лопатки. И сейчас вот сентябрь. Опять вирусня. Сопли горла. Все, Захар кашляет. Я, кстати, вам покажу тренажер. Потому что многие просили. Я так и не показала. Свекровь. Мама мужа принесла какую-то такую штуку. Ему лисактив. С лизатами бактерий. Лизоцимами и фотоэкстрактами. Уменьшая дискомфорт. Устраняет патогены. Микрофлоры. Уксивирует иммунитет. Лизоцим. Стимулирует процесс регенерации слизистой оболочки. Экстракты ромашки. Зверобойтое. Сычелистник. Банда. Эвкалит. Бадан. Мята. Лизатобактерии. Бифидобактерии и лактобактерии. Просту. Размножение бактерий повышает иммунитет. Вообще, первый раз я такую фирму вижу. Это может опять какая-то. Мое горло брызгается. Интересно очень. Я просто не могу понять, что это за фирма, где она ее взяла. так что нужно вбивать в интернете девочки. Делает город Томск написано. Называется Торно. У меня, кстати, там стирка постиралась. 23 градуса, видите, он показывает. Это вот поцарапано то, что это от сушилки, потому что здесь мало места, не хватает. вот такой вот красавчик. Сюда бутылка вставляется. Остановимся, значит. Примерно покажу. Вот если сюда поставить руку, ролл мешает, видите. Вот если сюда руку поставить, вот сюда будет показывать пульс. Вот я поставила. Должно быть две руки, а вторая здесь. Здесь показывает пульс. Как-то так. Ну, шаг здесь не очень такой большой. Вы знаете, на этом у нас на однерке стоит. Это режимы на однерке. Очень тяжело, очень тяжело крутить. А их всего, видите, десять. Да тут как бы на двойке, на тройке научится крутить. Может, как-то так. Сговаривай. А то так машет рукой, а сказать ничего не может. Еще второй пакет тут. Под родителям. Собираю. В втором пакете вафли. Это как бы Захару с мужем. Мне кажется, я в таком состоянии, что я чай с ними попью. Потом Захарки вот такие взяла. И с абрикоса что-то мягкие. Вафли. Кстати, у меня муж такие любит. Хочет вафельницу из сливочное масло. Просто квашено. Вот. Другое. Сходи, вот взяла. Вот. Вторая вот такая тоже. Мягкая вафлица с сгущенкой. Блин, я сгущенку обожаю. Скажу честно. Водичку пить. Кубай. Негазированная. Колбаска на завтрак. Докторская вот такая. Да, еще бананы зеленые. Как всегда, но это уже зеленые и желтые. Три репчатых лука. Так как это апельсины. И две соды. А взять себе соль для ванн. Меня жаба задушила. Потому что получается тогда это дорого. Ну, соль 50 рублей просто стоит. Смотри, какие бокалы для пива. Мы здесь папе покупали. С этим вот. Ну, это для гостей эти наборы. Можно, конечно, самим пользоваться. Но мы же экономим. Да, наборы. Не знаю, они суразные. Как-то темные. У Гавриловых такая, кстати, посуда. Может они принесут. Сейчас выяснится. Они скажут, что у нас нету. Скажут, ну, не хватает. Вот, красивая. О, тогда тоже неплохая. Ой, 4 тысячи. И сами едят такое. Ну, да. Ну, посуда она всегда была дорогая. Что с ним взять. Вот я про эту говорил. Тоже говорю, набор 2 тысячи. Супчики. Сколько? 4 штуки. Дороговато. Семьсот рублей. Супчики. Сколько? Да, даже не сто рублей, даже одна. Да, Антон тоже боится, что я побьюсь. Все, вот. Ну, или ты тут смотрела. Пойдем на то. О, мама, вот это мне нравится. Смотри. Узбекский вариант. Турецкий. Вот этот. Вот пойдем сюда, еще тут посмотришь. Здесь супницы, но они тоже сто семьдесят. Я почему стеклянные беру? Потому что они бюджетные, поэтому. А для галушек есть блюдо? Вот эти такие наборы дорогие. Кипец. Шесть штук семьсот рублей. Шесть штук семьсот рублей. В магазине порядок. Швабру купили. Новая. А та сломалась у меня. Давай сами краска напишем. Родители нам привезли картину. Я даже не хочу этикетку снимать. Пока Захар маленький, мне кажется, лучше ее оставить. Чтоб он это... Очень красиво. Я сразу ее выбрала тогда. О, янтарь сыпется, пипец, Антон. Ну, приклеить можно. Да, когда он упадет и несиний фактор, ты его сразу найдешь. Балтийское море. Да, сыночек. На деревьях, видишь, янтарь растет. Что сопли у тебя есть в театре? Прикольно, Ксюха, у тебя пенал. Антистресс. А что они застряли? Мы должны перемещаться. Блин, сосед рубил музыку. Ты сразу начинаешь кашлять. Так, девочки. Мама мне джеггинсы подарила. Не знаю. Тут размерная, получается, написано XXL. У меня все-таки XL, а не XXL. Может, чуть висеть будут. Да, ну, они вот в талии мне большеват. Никуда его не деть. Знаете, в них вот можно сюда к родителям отвезти их, и там он даже в доме не ходит. Шорты вот такие тоже. Мне тоже не хватит. Ну, там ходи, точно. Захар, выключай давай. Захар кашляет. В садик уже почти неделю не ходит. Это я проветривала с утреца. Что, твой чай заварился? Малинка-то свежая. Нам бабушка с дедушкой передали. Где она? Ищем, ищем. Малина. Надо листать, срочно листать надо. Смотри, панч-боб какой. Ага, с одной постели. Так сочная. Чисто детский. Что мне там голую тетку с этим рассматривать? Двухсторонняя машинка такая. Тебя и суда-то. По полу. Голова стены. Голова, правда, открывается, но... Наоборот, в зале, в зале, в зале. Ну, это собирай, там, может, конфеты что-нибудь. О, ему лишь бы книги листать. Просто процесс тебе нравится, Захар. Тук-тук-тук. Ежик, кстати. Где ежик? Где ежик? Нос на первую. Сейчас. Ложи. Ой. Шоколадный. Что, не прогресс ли ежик? Смотри, какие ежики есть. Красивый какой. Снимаешь? Да есть можно. Красавец. Без носа. Без носа. Работал мультик, сынок. Я у родителей в гостях. Уже второй вечер, да, Ксюша? Угу. Что здесь вспышка не включает? Вспышка. Ксюхи на носке. Да. 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 Сосед скажет, что они с ума сошли. Чего-то снег такой. Цунки. Что это там? Титрати опять, думаю. Сейчас будем вызывать такси Уже 9 часов, девочки Девочки, девочки Несмотря на Милая личико Я мама отличника Мама отличника Это русский? Ты его как-то со мной не знаешь Зоя, я же сейчас свет выключу И ты ничего не увидишь Пока-пока, девочки Ставьте лайк Захарь Смотри Да Иди поори, говорю Попой микрофон Где мультик, Саша, Ксюша Ой, Захарка прохладный Ножки тоже холодные В соплях есть Не выдержала, Захару купила кашу Потому что кашу не ест Это сироп от каши Выписала С педиатру возила Зашла Есть такой отдельчик Маленький, такой бутичок Там много всего Вижутерии всякое Вот резинку себе взяла Мне кажется Цвет, да, не попадает Вот эти заколки Всеми известные Две штучки я выбрала Просто у меня сестренка Купила Казавчера Но она такую, знаете, форму взяла Прямоугольную Я решила, что для моей головы Я бы еще вот До Сюдова где-то Вот такое вот взяла Но таких маленьких не было Такие здоровые пришлось брать И вот эта вот ушаночка такая Ну вот типа вот так носится Это на Такую вот погоду Ветреную У нас же просто ветер Постоянно практически Три дня ветера Один день более-менее спокойно Ну Вот В расцветку, не знаю Вот такую выбрала Что есть, то есть И он на горло одевается Она Сейчас еще не на горло Это вот рот закрывает Как сейчас можно у молодежи Дебильная, скажу, конечно Вот эта ситуация Закрывает Нет, только если там герпес Там это Я согласна Сейчас пойду примере Короче Ну я сделала Вот так сложила чисто Можно поуже, кстати Можно поуже, кстати Сделать Может быть, если поуже Даже лучше будет смотреться Холодно ушам Продувается Вот это затылок сзади Вот так вот узкую сделала Волосы, конечно, можно спрятать Ну, вот можно и высунуть А сразу, знаете, вспомнила Этот Игоря Талькова У него еще такая по уши была Повязочка Можно вот так подходить На зале смотрите Ухи надо защищать Шапку не оденешь Потому что никто в шапках не ходит Так еще рано И мы поругались с мужем Опять жестко Надоело Девочки Хотела бы свое жилье Съебалась бы вообще И до свидания Что вы думаете, девочки Захар уже закоммунизил Куда-то одну заколку Я не знаю Почему, да, вот Ободок Либо заколка Потому что вот эти вот сопли висят Меня бесит жутко как Вообще, если две То не очень прикольно Прикольно, когда щелка на бок И одна заколка Но Я пока не делаю Что есть, то есть Все, пока, девочки Окончательно закроем этот внук Давайте Ешь Время 10 часов, Захарыч Почему ты ходишь в сапогах? Ммм 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 Продолжение следует...